Мировая проблема, как тема для заседания регионального правительства. Областные власти дали официальный старт в Году экологии и обсудили самые злободневные проблемы региона, касающиеся охраны окружающей среды. В следующем году в силу вступают изменения в профильный федеральный закон о комплексном предотвращении или минимизации негативного воздействия. Все объекты, представляющие опасность, должны быть учтены в реестре и классифицированы в зависимости от уровня воздействия на окружающую среду. Данное множество призвано перестроить систему экологического нормирования. В последующие годы будут применяться повышающие коэффициенты при расчете платы за негативные воздействия на окружающую среду по отношению к объему и массе выбросов загрязняющих веществ. Под пристальным вниманием властей в Год экологии окажутся реки. Запланировано обследование и очистка территории акватории дна в местах массового купания в областном центре и в Приволжском районе. Чиновники от департамента образования планируют привлекать к природоохранной деятельности детей и подростков. Субботники и массовые акции, отметили выступающие, должны проводиться регулярно. Но в областном центре остаются проблемы с мусором, которые силами даже самых активных эколят не решить. Каждый год около 600 мест несанкционированного размещения отходов фиксируются в Ивановской области. Больше половины, а даже три четверти – это возобновляемые свалки. В следующем году необходимо обратить на этот вопрос особое внимание. По поручению президента Минприроды России в следующем году будет разработана и запущена интерактивная карта мусорных свалок. Это, полагаю, будет дополнительным механизмом общественного контроля. Затронул губернатор проблему несанкционированных стоков жидких бытовых отходов. Глава города Владимир Шарыпов отметил, что о проблеме в мэрии знают, и план по ее решению уже составлен. Сейчас принято решение о снижении стоимости слива более чем в два раза. Изменен график работы именно этой точки слива. И Водоканалу дано поручение в следующем году за счет производственной программы организовать две точки слива. И также будем дальше работать над тем, чтобы это количество точек увеличивать. Единственный в городе легальный пункт приема жидких бытовых отходов находится в центре, в месте перспективной застройки. Его, создав два дополнительных пункта, предполагают закрыть, чтобы не создавать жильцам новостроя неудобств. Попросил Владимир Шарыпов помощи сотрудников Департамента природных ресурсов, так как они имеют право штрафовать и привлекать к ответственности тех, кто несанкционированно сливает ЖБО. Остро стоит вопрос и с твердыми бытовыми отходами. На улице Станкостроителей планируется наконец ввести в эксплуатацию комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов, мощность которого позволит обеспечить обработку отходов города Иваново и окрестностей. Также хочется надеяться, что наконец-то в следующем году завершится оформление всех разрешительных документов и будет введен в эксплуатацию цех по обезвреживанию ртути содержащих отходов тоже на улице Станкостроителей. Систему комплексного управления твердыми коммунальными отходами ТКО в регионе разрабатывали последний год. Законом предусмотрено создание и утверждение каждым субъектам схемы обращения с отходами. Она включает данные обо всех источниках образования отходов, о местах их сбора и скопления и данные о том, как их перерабатывать, обезвреживать и утилизировать. К 2023 году планируется новая структура обращения с отходами в регионе. Будут активно работать три мусоросортировочных завода в Иванове, Шуе и Кинишме, три межмуниципальных полигона ТКО в Тейковском, Кинишемском и Шуйском районах, 13 мусороперегрузочных станций. Активно ведется работа по выбору регионального оператора. Конкурсный отбор уже завершен. По своей сути территориальная схема является основой технического задания для регионального оператора, который в свою очередь выступает как генеральный подрядчик в этой сфере. Учитывая объем обязательств, принимаемых на себя региональным оператором, уже сегодня очевидно, что переход к новой системе обращения потребует времени, также тщательного контроля и регулирования данного процесса. Предстоит выстроить отношения с жителями частного сектора, которые до настоящего времени практически не были вовлечены в систему обращения с отходами. Затронули представители исполнительной власти и наболевший вопрос с Ивановским зоопарком. О переезде учреждения говорят уже давно. Для нового места дислокации пророчат один из городских парков. Ситуация, отметил глава города, с каждым годом только усугубляется. Рано или поздно зоопарк окажется в окружении многоквартирных высотных домов и размещение животных, оно там просто уже будет вредить непосредственно жителям. Давайте, Владимир Николаевич, я попрошу вас тогда начните формулировать задачу. Нам для начала надо понять куда, а во-вторых, надо понять, чего это нам стоит и в какие сроки это все надо будет планировать. Мы примерно просчитывали стоимость и готов буду доложить на следующей неделе. Губернатору Конькову предстоит еще раз открыть год экологии, но уже на совещании Государственного совета 27 декабря в Москве. Это заседание о природе ее сохранения было для членов регионального правительства последним в этом году.